Вселенная – это грандиозная структура, которая состоит из бесконечного множества самых разнообразных объектов. Их разделяют настолько бескрайние космические пространства, что даже свет теряется в их глубинах. Ведь для того, чтобы достигнуть ближайшей звезды, фотону, покинувшему Солнце, потребуется более четырёх лет. А преодоление межгалактических расстояний займёт миллионы лет. Осознание того, что этот гигантский путь – лишь крошечный шаг в масштабах макрокосмоса, не может не поражать воображение. Так насколько же велика Вселенная на самом деле? Космо. Первый космический. Солнечная система – лишь одна из бесчисленного множества планетных систем нашей галактики. Она включает в себя одиночное светило главной последовательности, а также 8 планет со своими спутниками. Кроме того, система содержит более миллиона малых небесных тел, таких как астероиды, кометы и метеороиды. Самой дальней планетой Солнечной системы, известной на настоящий момент, является Нептун. Радиус его орбиты составляет около 30 астрономических единиц, что аналогично приблизительно четырем световым часам. Удивительно, но внутри орбиты Нептуна лежит лишь малая часть Солнечной системы. Самый дальний ее объект из обнаруженных носит название Far Far Out и в настоящее время находится на расстоянии 132 астрономических единиц от Солнца, что соответствует 18 световым часам. Тем не менее, даже этому небесному телу, едва заметному на фоне космической бездны, далеко до гипотетического облака Оорта. Его внутренние границы лежат приблизительно в двух тысячах астрономических единиц от центра нашей системы, а внешние, по некоторым оценкам, простираются по меньшей мере до 60 тысяч астрономических единиц, что составляет примерно один световой год. Эти рубежи определяются пределами гравитационного воздействия нашего Солнца, а за ними лежит межзвездное пространство. Если мы продолжим двигаться дальше, то обнаружим, что в пределах 20 световых лет от Солнца расположены более 50 самых разнообразных светил. От тусклых и холодных коричневых карликов, до ярких и широко известных объектов, таких как Сириус, Процион или Альтаир. Некоторые из них имеют свои планетные системы, в составе которых можно встретить небесные тела, потенциально пригодные для зарождения и развития жизни. Например, объект под названием Глизе 832С, расположенный на расстоянии около 16,1 светового года от Солнца, подобен Земле в большей степени, чем любая планета Солнечной системы. Средняя температура поверхности экзопланеты достигает 253 Кельвинов или минус 20 градусов Цельсия, а для полного оборота вокруг материнского светила требуется всего лишь 36 земных суток. По меркам Вселенной, расстояние от нас до Глизе 832С считается относительно небольшим. Однако космическому аппарату, покинувшему нашу систему со скоростью около 17 км в секунду, потребуется порядка 300 тысяч лет, чтобы достигнуть окрестностей экзопланеты. На современном этапе развития технологий построить межзвездный корабль, способный выдержать столь долгое путешествие, пока невозможно. Солнечная система вместе со своими звездными соседями входит в состав рукава Ориона, который, в свою очередь, является частью галактики Млечный Путь. Он содержит около 400 миллиардов звезд, в окрестностях которых, согласно расчетам, может быть обнаружено более триллиона экзопланет самых разных типов. Основной диаметр Млечного Пути составляет около 100 тысяч световых лет, а размеры звездного Гало могут достигать вдвое большей величины. Толщина главного диска равна примерно тысяче световых лет, однако в центре галактики расположено заметное утолщение. Оно называется Балджим и имеет поперечный размер около 3000 световых лет. Млечный Путь входит в так называемую местную группу галактик. Это обширная структура, включающая в себя более 50 галактик, сосредоточенных в области пространства диаметром около 10 миллионов световых лет. Андромеда, Треугольник и Млечный Путь являются крупнейшими из них. Общая масса скопления, по некоторым оценкам, может приближаться к 3 триллионам солнечных, причем большая часть приходится на нашу галактику и туманность Андромеды. Землю отделяет от нее около 2,5 миллионов световых лет, поэтому Андромеда считается самой близкой к нам галактикой, если не учитывать карликовые. Местная группа, в свою очередь, является частью гигантского суперкластера Девы, который состоит из более чем 30 тысяч галактик, расположенных в области космического пространства диаметром около 150 миллионов световых лет. Его общая масса достигает порядка одного квадриллиона солнечных, что соответствует примерно одной тысяче таких галактик, как Млечный Путь. Суперкластер имеет уплощенную форму. Около 60% всех объектов, входящих в его состав, можно представить в виде плоского листа толщиной порядка 10 миллионов световых лет. Эта величина кажется огромной, но по меркам крупномасштабной структуры Вселенной она совсем невелика. Постепенно отдаляясь, мы получим возможность увидеть гигантское сверхскопление галактик размером около 520 миллионов световых лет. Оно называется Ланиакеей и включает в себя несколько галактических суперкластеров, в том числе суперкластер Девы, а также Великий Аттрактор. При этом общая масса образования превышает солнечную примерно в 100 квадриллионов раз. Великий Аттрактор, расположенный примерно в 250 миллионах световых лет от нашей планеты, является центром притяжения для всех близлежащих объектов. Непосредственно наблюдать его с Земли невозможно, так как приборам мешает плоскость Млечного Пути. По этой причине сущность Великого Аттрактора до сих пор остается неразрешенной загадкой природы. Ланиакея является частью крупномасштабной структуры Вселенной. Сложные системы из галактических нитей, стен и войдов, гигантских областей космической пустоты. Некоторые из этих объектов имеют воистину невообразимые размеры. Например, Великая Стена Геркулес-Северная Корона протянулась на расстояние около 10 миллиардов световых лет. С момента своего открытия в 2013 году эта суперструктура считается самым гигантским компонентом крупномасштабной структуры Вселенной. Она содержит по всей вероятности миллионы галактик, а точное число светил, входящих в их состав, подсчитать, скорее всего, невозможно. Само существование подобной структуры является загадкой для науки, ведь согласно признанной в настоящее время теории эволюции Вселенной, формирование столь гигантских скоплений попросту невозможно. Тем не менее, эта стена, которую человеческий разум не в силах представить во всем величии, занимает лишь малую долю видимой части Вселенной. Согласно современным космологическим представлениям, пространство нашей Вселенной постоянно расширяется. Причем скорость этого расширения зависит от расстояния между объектами. Чем дальше наблюдаемый объект расположен от наблюдателя, тем быстрее увеличивается расстояние между ними. Причем данное удаление не ограничено скоростью света, так как расширяется сама ткань пространства. А значит, на определенном расстоянии объекты станут взаимно невидимы. Наблюдения за реликтовым излучением показывают, что область Вселенной, доступная для наблюдения, представляет собой сферу диаметром около 93 миллиардов световых лет. Согласно теории относительности, мы можем видеть и взаимодействовать только с теми объектами, которые находятся внутри нее. Данный участок пространства называют метагалактикой, и она может являться как всей Вселенной, так и малой ее частью. Гипотетически, за пределами видимой области космического пространства могут быть расположены неизвестные нам структуры. Подобные сущности называют внеметагалактическими объектами, и, к сожалению, изучать их научными методами в настоящее время пока невозможно. Тем не менее, некоторые астрономические объекты на границе видимой Вселенной движутся не так, как должны, согласно имеющимся данным. Подобные случаи аномального движения могут служить доказательством того, что за пределами метагалактики не исключено наличие неких массивных структур. Их притяжение пронизывает окружающий космос, оказывая влияние на окружающие объекты. Существует множество гипотез о строении Вселенной за пределами метагалактики, однако большая их часть носит скорее метафизический характер. Например, существует точка зрения, согласно которой вне границ Вселенной отсутствует время и пространство в привычном для нас понимании. Известные нам физические законы не действуют, а такие понятия, как материя, вещество или энергия, превращаются в бессмыслицу. Логичным развитием данной гипотезы является идея о том, что метагалактика является лишь частью еще более сложной и масштабной космической суперструктуры, строения и размера которой мы в принципе не способны себе представить. Вполне вероятно, что она может быть расположена в многомерном пространстве или опираться на неизвестные нам физические принципы. Метагалактика таким образом является лишь незначительной деталью или частичным отражением этой невероятной суперструктуры. Некоторые интерпретации антропного принципа предполагают существование за пределами видимой Вселенной иных миров с другими значениями фундаментальных констант, таких как скорость света или заряд электрона. С этой гипотезой близко перекликается идея о мультивселенной, которая может быть представлена как подобие пены, состоящей из множества пузырьков, разделенных тонкими, но непреодолимыми перегородками. Таким образом, каждая Вселенная представляет собой отдельное пространство со своими физическими законами, возможно, в корне отличающимися от тех, к которым мы привыкли. Наиболее радикальные гипотезы и вовсе отказывают нашему миру в объективной реальности. Согласно этим предположениям, Вселенная представляет собой лишь симуляцию, подобную компьютерной виртуальной реальности невероятно высокого уровня. Как правило, подобные идеи предполагают существование за пределами привычной нам реальности некоего сверхсущества или суперцивилизации, уровень развития которых намного выше, чем наш. Их цели и возможности, вероятно, загадочны и непостижимы. Однако доказать или опровергнуть подобные гипотезы, скорее всего, невозможно. Конечно, космические расстояния поражают воображение и даже пугают. С точки зрения современного человека они кажутся бесконечными. Известно лишь, что в настоящий момент наша Вселенная расширяется. Если этот процесс продолжится, то наступит момент, когда космические объекты один за другим исчезнут за горизонтом событий. Сперва галактики, а затем и звезды, тем самым погрузив мир в вечную тьму. Однако этого уже никто не увидит.